Здравствуйте, коллеги! Начинаем наши очередные русские вторники. Как мы и обещали в нашем анонсе, наша первая тема – это нормандский формат. Собственно, сегодняшнее утро встретило нас новостью, что все-таки встреча в Берлине в нормандском формате состоится. Но при этом, собственно, стало совершенно очевидно, каков этот новый нормандский формат. Собственно, почему мы предложили эту тему для обсуждения, понятно, что это уже совсем не тот формат, который был до предыдущей встречи и ранее. Почему? Потому что, собственно, утром произошло событие, после которого объявили о том, что встреча произойдет. Что это за событие? Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о прекращении бомбардировок как российскими вооруженными силами, так и вооруженными силами Башар-Асада города Алеппо. Собственно, что говорит нам о том, что вот эта новая конфигурация переговорная с Россией, она включает в себя все горячие точки и все военные конфликты. Если первоначальный нормандский формат был связан исключительно с минскими соглашениями и с вооруженным конфликтом на северо-востоке Украины, то сегодня это, собственно, все горячие точки. Надо сказать, что сирийская авантюра – это просто катастрофическое поражение путинской внешней и военной политики. Потому что, входя в сирийскую операцию, они думали, что они смогут начать нормальный диалог с Западом. В результате ситуация только ухудшилась. Запад заговорил о новых санкциях. Стало понятно, что если Путин не прекратит бомбардировки Сирии, вообще переговоры с ним будут закончены, и их ожидает новая волна санкций. Собственно, ситуация только ухудшилась. Вместо того, чтобы иметь какие-то козыри в переговорах, козыри оказались у другой страны. В данном случае у других членов нормандского формата, у Германии и Франции. Поэтому, если вы обратили внимание, такие жесткие, как обычно, Путин как себя ведет, такая как дворовая шпана зачастую. Когда ему нечего сказать, он начинает просто хамить. Там был вопрос про санкции, на которые, собственно, он ответил так, как не отвечает президент. Вы же знаете, что в России есть как бы контрсанкции. Когда его спросили, а не хотите ли вы их отменить, он сказал, фиг им. Но он бы еще на три буквы кого-то послал. От него, конечно, можно это ожидать. Но, собственно, это риторика, которая не соответствует главе государства. Но это подтверждает только то, что, собственно, ситуация, в которой сегодня находится путинское правительство, достаточно тяжелая. То есть им все равно приходится по каким-то вопросам сдавать назад. И в этом смысле, конечно, когда мы говорили, умер ли нормандский формат в том виде, в каком он существовал до сегодняшнего дня, он, конечно, умер. И та встреча, которая будет завтра в Берлине, это будет уже новый нормандский формат, который будет включать в себя переговоры, совершенно очевидно, не только по Украине. Может быть, они будут, скажем так, неофициальными, может быть, они не будут озвученными. Но совершенно очевидно, что само согласие на проведение этой встречи, обусловленное прекращением обстрелов Алеппо, говорит о том, что этот формат будет новым. Федор. Я думаю, что здесь ситуация, как Коля совершенно правильно подчеркнула, заключается в том, что Россия потерпела поражение на всех направлениях, в которые бы она не вступила, начиная с весны 2013 года. Это последовательно Украина, это в дальнейшем Сирия, это в том числе и те планы, которые они имели, те выгоды, которые они рассчитывали получить, конвертируя внешний политический успех и во внутриполитический успех. То есть мы видим по всем трем главным фронтам фиаско полное. И то, что мы сейчас видим по ситуации с нормандским форматом, по ситуации с Сирией, это попытка, скажем, скатываясь с какой-то довольно практически близкой к вертикальной плоскости, цепляться за какие-то неровности и пытаться задержать падение. То есть ситуация здесь в достаточной степени проста. Мы сейчас будем видеть попытки задирания ставок и попытки выторговать в обмен на снижение градусов подобных заявлений, какие-то уступки себе в свою пользу выторговать. Но в данном случае мы видим картина совершенно четкая, параллель с тем, что мы наблюдали в разгар кризиса в Югославии, в Сербской краине и потом в Косово. Здесь, по большому счету, я думаю, что в конечном итоге, судя по уже таким звучащим довольно грозным интонациям в комментариях западных политиков, в конечном итоге мы увидим точно такую же ситуацию. Мы будем видеть консолидированный Запад, который будет обвинять Россию в том, что мир имеет дело сейчас с одним античеловеческим режимом, с которым необходимо будет покончить любыми средствами. И будем иметь Кремль, который будет полная зергальная копия Слободана Милошевича и сербского режима в 90-х годах. Я вижу, что нормандский формат сейчас неэффективен. Когда вы хотите обсуждать с кем-то какую-то тему, вы ожидаете от вашего визави готовности вступать в диалог. Когда вы, соответственно, ждете подлинного диалога и результатов от подобной беседы. Как вы понимаете, минские соглашения не могут быть имплементированы. И точно так же мы можем говорить о неэффективности нормандского формата. Я согласен с тем, что мы сейчас наблюдаем реализацию сценария, который в свое время мы видели в Европе с режимом Милошевича в Сербии. И разница заключается лишь только в том, что мы уже знаем этот сценарий и можем предугадывать этот сценарий. Это, соответственно, мы должны думать глобально. И нам необходимо изменять нормандский формат. И включать Европейский Союз в этот нормандский формат. Почему? Потому что Путин боится, прежде всего, Европейского Союза. Нет не европейской армии, но европейской экономии. И европейских санкций. И, соответственно, я надеюсь, что Европейский Союз будет включен в нормандский формат. И это приведет к увеличению санкций. И если Путин будет ничего не делать и не будет отвечать на наши требования, и мы должны будем прекратить принимать его в Европейском Союзе. Вы можете представить, что мы будем принимать Милосевича или Адольфа Фитлера? Нет. Вы можете представить, что в Европе принимают Милосевича или Адольфа Гитлера? Никогда. И мы видим, что Путин движется по этому пути. Если Путин ничего не хочет делать, если мы не видим никакого результата, нам придется прекратить разговаривать с Путином. И он это понимает. Потому что он понимает только в язык силы. Путин все приближается к положению, загнанному в угол. И как боксер, который приезжал к канатам, я надеюсь, что когда он окончательно окажется в углу, он будет нокаутирован. Именно поэтому мы должны увеличивать санкции, мы не должны прекращать санкции и мы должны включить Европейский Союз в нормандский формат. Это мнение Оливье Ведрин. Очень хороший на самом деле посыл, потому что мы сегодня как раз хотели обсудить еще и ситуацию с санкциями. Собственно, мы видим, что действительно Путин понимает только язык силы. И, соответственно, когда... Ведь почему еще он входил в сирийскую авантюру? Он надеялся с помощью Сирии начать торговаться по снятию санкций. Вместо этого он не то, что не смог начать договариваться по снятию санкций, а наоборот. Он получил заявление от Европы, что санкции не только не будут прекращены, но они будут еще усилены. И поэтому такая быстрая реакция. Вы посмотрите, на самом деле за последнее время такая быстрая реакция, я говорю про сегодняшнее прекращение огня, пожалуй, впервые. Это говорит о том, что на самом деле экономика России в очень тяжелом состоянии. Собственно, и сегодня уже даже никакие вот эти как бы внешнеполитические успехи и демонстрирование своей роли матча не помогают закрыть людям глаза на тяжелоэкономическое состояние. Соответственно, это очень правильный подход продолжать и усиливать санкции. И это единственное, что может заставить Путина действовать как-то таким образом, как это нужно для Европы и для Украины. Это единственный способ. Я хочу добавить кое-что касательно войны в Сирии. Мы можем сделать два анализа касательно войны Путина в Сирии. Первое, это Путин рассматривает Башара Алясада как зеркало. И он видит, и он боится иметь такую же перспективу, как Башара Алясада. Так как он поддерживает Башара Алясада, потому что он считает, что он как Путин в Сирии. И второй анализ, это тот, что мы рассматриваем как пример истории Европы перед Первой мировой войной. Когда мы наблюдали Гитлера в Германии и генерала Франко в Испании во время Гражданской войны. Когда мы видим, что Гитлер во время Гражданской войны бомбил, осуществлял бомбежки, чтобы помочь Франко. Это что-то вроде международной сети диктаторов. И я думаю, что здесь прослеживаются очевидные параллели между тем периодом истории, между Гитлером и Франко, и ныне между Путином и Башаром Алясадом. Я думаю, что Путин также понимает, что он является Башаром Алясадом для России. И это объясняет его ход мыслей. И на самом деле, абсолютно по доктору Фрейду, говорит о том, как их волнует ситуация с санкциями. Насколько важно, Федь, на твой взгляд, действительно усиливать политику санкций? Насколько это все-таки дает эффект, в том числе для внутренней ситуации в России? Ну, я так полагаю, что судя по тому, что мы как раз в начале недели видели последний опрос общественного мнения, проведенный Левадой, мы видим то, что уровень осознания тяжелой кризисной ситуации в России уже достиг 82%. Такого не было даже в 2008 году такого уровня. Уровень поддержки действий правительства снизился до 30% одобрения действий правительства. По-прежнему держится уровень поддержки Путина. Но на самом деле здесь, я думаю, что мы имеем перед собой не социологический феномен, а скорее политический. И я на самом деле, вот это 75% поддержки Путина, это не то, что президента поддерживают в народе 75% населения. Во-первых, это отсутствие других, а во-вторых, это своеобразный рейтинг пока что поддержки Путина в верхней части элиты. То есть пока элита вокруг Путина в достаточной степени сплочена, мы будем, даже если мы увидим уличные бои, там, в каких-то столкновениях в городе, в российских городах, мы будем иметь 70% рейтинг поддержки Путина в социологических опросах. В реальности это не имеет никакого отношения к реальной ситуации. Чем и важна на самом деле политика санкции, потому что она постепенно начинает провоцировать этот раскол элит. Потому что, по большому счету, элиты от политики санкции основные, те, кто теряют. Потому что их капиталы, так сказать, тают быстрее всего. И в этом смысле, на мой взгляд, очень важно сегодня заняться конструированием такой, знаете, дорожной карты демократического транзита. Потому что, в первую очередь, элиты, но и люди тоже должны увидеть, а как, собственно, может происходить этот переход ситуации с Путиным сегодня к ситуации завтрашней. И что может быть вместо Путина. Потому что, вот сейчас эти 70%, я бы, в первую очередь, ассоциировалась с тем, что совершенно непонятно, а как мы совершим этот переход. Почему кремлевская пропаганда все время пугает нас там революциями, войнами и прочими кровавыми сценариями. Чтобы закрыть вот это видение, что существует выход простой, понятный и, ну, по крайней мере, в теоретическом рассмотрении, возможно, даже и бескровный. Здесь достаточно, на самом деле, здесь технология, на мой взгляд, проста. Как только окружение Путина заметит, что народ готов и уже где-то начинает бунтовать, а это, я думаю, что будет уже достаточно скоро, судя по той ситуации, которая складывается в стране, то рейтинг элитной поддержки Путина в 75%, который держится, в основном, на страхе, личном страхе, потому что он обвалится в течение нескольких часов. То есть те же самые люди, которые сегодня демонстрируют полную локейскую лояльность своему вождю, завтра же вдруг будут бежать и давать интервью и говорить, что они всю жизнь были оппозиционерами и просто тайно вредили кремлевскому режиму. На самом деле, по большому счету, этот рейтинг сегодня, это рейтинг, скажем так, официальной поддержки, да, как бы публичной поддержки. Потому что не публично вот эта борьба за элиты Путиным уже проиграна. Просто так, как мы не можем озвучить вот этот способ перехода, да, соответственно, до последнего момента, вот почему, скажем так, я в чем с тобой соглашусь в течение часов? Просто это станет публичным в течение часов, да, а вот это как бы тайное поражение, оно уже сегодня идет. Другое дело, что пока вот этот путь будет непонятным, все будут про это молчать. А как только этот путь начнет реализовываться, все скажут, да мы же так и хотели, да мы же давно против него. Мы просто молчали, ну вот извините. Мы опять же видели ту же самую ситуацию с тем же Слободаном Милошевичем, которого мы вспоминали. У него был рейтинг 90%. Да, абсолютно. У всех диктаторов такие рейтинги. У него был рейтинг 90%. У Чаушеску за день до расстрела был рейтинг 98%. И это не помешало, что характерно. Вспомните, что несколько лет назад Европейский Союз сделал в отношении банков на Кипре. Вспомните, насколько напуганы были кремлевские обитатели, и им пришлось проводить саммит в условиях особой секретности в качестве реакции на это событие. Тогда мы должны делать то же самое, заморозить деньги Путина во Франции. Мы имеем систему SWIFT. Все окружение Путина и российская экономика используют систему SWIFT для того, чтобы делать бизнес. И я являюсь сторонником идеи отключения России от системы SWIFT. Уничтожить весь бизнес окружения Путина. И вы увидите, что поддержка Путина рассеется. Растает прошлогодний снег. Это будут реальные санкции. Буквально на выходных состоялось еще одно событие, которое очень активно обсуждается уже второй или третий день в украинской, в российской прессе. А Соловьев даже сделал специальное шоу на эту тему. Всем известное событие. Взрыв товарища Моторолы в лифте, собственно, того дома, в котором он проживает. Естественно, версий много. Вчера вечером была вброшена в СМИ такая очень грубая подделка якобы заявления украинской правой организации, которая брала на себя ответственность. И, собственно, они сразу это опровергли. То, что это было вброшено, собственно, со стороны России. Да, со стороны России. Там хвосты были видны сразу. Поэтому, собственно, основные версии, конечно, на сегодня, которые поддерживает экспертное сообщество, их две. Это ликвидация товарища Моторолы спецслужбами Российской Федерации. Не будем конгрессировать какими. ФСБ, СВР, неважно. Да, назовем это так, спецслужбами. По какой причине? Причина, собственно, простая. Так или иначе, Кремль пытается вынудить Украину проводить выборы на Донбассе. А если говорить про выборы, то все-таки это уже иной формат взаимодействия. И нужны, извините, другие физиономии для того, чтобы на выборах выставлять. И, соответственно, те методы, которыми действовали товарищи Моторолы, товарищи Гиви и прочие, они как-то уже не очень вяжутся с теми задачами, которые ставит Кремль на этих территориях. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вероятность ликвидации его специальными службами достаточно высока. И, собственно, мы вспомним, что не так давно в ресторане «Ветерок» был ликвидирован еще один, на Рублевке был ликвидирован еще один деятель ДНР. И я думаю, что, если говорить про эту версию, то это, конечно, не последнее убийство, потому что скамейка запасных в этом списке еще существует. То есть нужно приготовиться товарищу Гиви, да и товарищам Плотницким Захарченко тоже стоит подумать о том, чем может закончиться для них. Ну, а я уж не говорю про всяких там деятелей типа Гиркиных, тут тоже есть варианты. Сейчас я тебе, да, я свою мысль-то говорю. Есть еще одна, собственно, версия, которая говорит о якобы имеющихся бизнес в каких-то разборках, но даже в этой версии говорят о том, что ликвидаторы запрашивали согласие Кремля и очень долго не могли его получить, и, наконец, его получили. И в данном случае нам даже не важно, чьими руками спецслужбы убирали гражданина Моторолу, потому что в любом случае вот это согласие Кремля было получено, а это значит, что он им уже перестал быть нужен. То есть раньше не давали, а теперь вдруг дали. Поэтому тут неважно, чьими руками, главное, на мой взгляд, вот, собственно, версия того, что это сегодня на сегодня Кремлю нужно, вот для меня это версия предпочтительная. Да, Федор? Тут еще одна, есть, скажем, один слой в этой проблеме. Судя по той истерической реакции, которую господин Гиркин, напомянутый Оли, выдал у себя в своих социальных аккаунтах, здесь, я думаю, что еще одна существенная версия, которая может быть выдвинута, это то, что после доклада по сбитому малазийскому Боингу устраняются те свидетели, которые могли что-то знать, и который, в общем-то, он был, собственно говоря, Моторола в компании Гиркина как раз и был в тот момент, в том самом районе, где находился тот самый злополучный бук и, в общем, не мог не знать о реальном положении дел с этой самой трагедией. И поэтому, я думаю, что Гиркину тоже стоит очень сильно обеспокоиться. Я бы на его месте, наверное, собрал манатки и попытался покинуть Российскую Федерацию и самостоятельно сдаться в Гаагский трибунал, по крайней мере, он там останется жив, потому что, я думаю, что перспективы у него в свете обязательного, неизбежного расследования данной трагедии, которая уже объявлена международной следственной группой, я думаю, что... Это очень интересная версия. Я думаю, перспективы для него аналогичны, как у них у всех, потому что его, скорее всего, просто устранят, как ненужного свидетеля по данному вопросу. В любом случае, это люди, которые могут дать показания, да, а что они там могут наговорить? По крайней мере, связи с администрацией президента России там прямые и непосредственные. И, конечно, собственно, той самой администрации президента, и, так сказать, и господину Володину, и даже и сегодняшним руководителям... Мы знаем, что до конца года будут озвучены 100 фамилий, как минимум 100 фамилий, лиц, причастных к уничтожению малайзийского Боинга. Я думаю, что... Но тут главное, что не те, кто будут... Те из озвученных, которые действительно переговаривались с людьми из администрации президента. Вот это самое опасное для Кремля, и, конечно, здесь они будут зачищать концы, да, это правда. Касательно устранения Моторолы, вы все хорошо знаете историю Советского Союза. Вы знаете, как действовала бывшая КГБ. И мы знаем, как КГБ орудовало в прошлом. И мы знаем, что в Кремле засел новый режим чекистов. И для меня очевидно, что убийство Моторолы – это спецоперация. Я видел детали данного происшествия. Бомбы, здания и лифты – это хорошая работа. Это не работа любителя. Это работа профессионалов. И я абсолютно уверен, что это работа профессионалов и спецслужб. И это тот же самый постер, который мы видели в устранении. Как его фамилия была, которую в Москве убили? Жилин. Жилин, да. И для меня, для Путина и для кремлевского правительства они не хотят иметь опасных свидетелей. И те полезные идиоты, превратившиеся в опасных свидетелей, в мыслительных процессах КГБ, должны исчезнуть. Кстати говоря, совершенно согласна по способу исполнения. Вот эта условная бизнес-версия, которая вбрасывалась. Соответственно, при том, количество оружия достаточное. Поэтому гораздо проще устранить с помощью какой-нибудь гранаты или просто расстрелять. А действительно, по способу убийства оно сделано высокопрофессионально. Конечно, конечно. И, собственно, само способ заложения взрывчатки, самоосуществление убийства, все говорит о хорошей профессиональной работе, согласно Соливии. Это очень-очень сложное, чтобы сделать операцию таким образом. Оборудование, поставить бомбу в лифт. Очень-очень сложное, чтобы сделать. Тайминг. То есть, бомба была готова, когда человек был в лифт. Это очень профессионально. Это очень профессионально, заложить устройство в здании, в лифт, соблюсти все временные промежутки, когда... Еще, кстати, одно подтверждение этому. Вот на этой экстраординарной передаче Соловьева, которая была, не было ни одного даже вот из тех декоративных представителей Украины, как это обычно бывает в таких передачах. Здесь не было ни одного, чтобы случайно кто-то что-то не сказал. Даже вот из тех людей, которых они обычно приглашают. Это тоже, кстати, к этой версии. По поводу свифта, допустим, я хотел сказать. Смотрите, если, допустим, посмотреть на финансовый рынок, на фондовый, вернее, на российский, на сегодняшний день, то мы видим, что, во-первых, рубль стоит на месте, во-вторых, не резиденты заходят в облигации федерального займа. То есть, корпоративные фонды будут, скорее всего, против этого. То есть, у меня вопрос состоит в том, что каким образом взаимодействуют крупные корпоративные финансовые структуры на Западе между политиками, как вы хотите, как вы себе это представляете. Ведь бизнес, он будет, то есть, банки, они будут просто против. Они сейчас зарабатывают деньги элементарно на том, что, допустим, ставка в Америке полтора процента, здесь рубль стоит устойчиво, они загоняют эти деньги в фонды и зарабатывают 10%, и они как бы... Спасибо. Сейчас Альбия ответит. Да, да, да. Я полностью понимаю вас. Но, знаете, мы можем убрать Россию из-за свифт-система. Я уверен, что касательно системы со свифтом, Путин совершит множество больших ошибок в ближайшие несколько дней Кризис в отношениях между Европейским Союзом и Россией увеличивает. Но он не на своей высшей точке. Президент Франции Франсуа Оланд говорил о уголовном преследовании касательно военных преступлений в Сирии. После этого Путин не поехал в Париже. Это значит, что кризис находится в нарастающей фазе. И обрубание связи России и свифт, это будет одним из последних решающих ступеней в развитии санкций. Я говорю о том, потому что я знаю, что Путин продолжит. Я говорю о отключении свифт, только потому что я знаю, что Путин будет продолжать. У него такой способ мышления. Я хочу добавить два слова. На самом деле бизнес всегда против. Мы прекрасно помним историю, мы прекрасно помним, как бизнес работал с Гитлером. И к чему это привело? Это привело ко Второй мировой войне. Поэтому мы говорим именно об этом. Что если вы хотите остановить вот это кровопролитие, есть один способ. Этот способ называется политическая воля. И в этом смысле надо понимать, что да, бизнес будет против. Но либо торговать с диктатором и плодить человеческие смерти, либо это останавливать. И другого нет. Вот есть либо, либо. И именно поэтому мы говорим о важности политических решений. Это, конечно, политическое решение. Но его нужно принимать. В Европе парламенте уже говорят о отрезании России о свифт. Я еще одно слово скажу. Вот Оля сказала о бизнесе и о политической воле. Совершенно верно. Если мы помним, что компания IBM заключилась с режимом Гитлера на поставке вычислительных машин для системы концлагерей, уже, извините, в 1940 году, когда уже были еврейские погромы, когда уже вот-вот будет собрано ванзейское совещание об окончательном решении еврейского вопроса, IBM заключает с гитлеровским режимом, правда, через посредников соглашение и поставляет им прямо в Бухенвальд и в Дахау счетные машины. То есть, господа, бизнес – это бизнес. Мы приглашаем вам на следующие вторники. Как вы знаете, Россия не прекращает нас больше огорчать, чем радовать. Поэтому я думаю, что мы будем иметь возможность комментировать все новые события. Спасибо. Спасибо.